Добрый день, дорогие телезрители! Сегодня в литературной гостиной мы будем говорить о прозе и поэзии, героической тематики. В этом году, в 1924 году, очень много ульяновцев, героев Советского Союза отмечают свои юбилеи – 100-летие, 110-летие со дня рождения. 30 героев Советского Союза мы должны вспомнить в этом году. Это люди, совершившие свой подвиг. Почему так много юбилеев? 1924 год – это рождение наших мальчиков, год рождения наших мальчиков, которые встретили 1941 год и уже в начале 1942 года были призваны на фронт. Они положили свои жизни очень-очень рано. И жизнь их была чрезвычайно короткой. Но мы не должны забывать ни одного подвига. А сегодня мы встречаемся с биографом Александром Матросовым. Это Нина Александровна Дубовик – писатель, краевед, исследователь, который почти 10 лет занимается тематикой подвига Александра Матросова и доказывает, что этот герой родился в нашей Ульяновской области. Здесь прошло его становление как героической личности. Очень рада, Нина Александровна, что вы согласились прийти в литературную гостиную. Я думаю, что вы сегодня расскажете подробнее о ваших исследованиях, о вашей книге. У вас не только проза, у вас и стихи есть, посвященные Александру Матросову. Ну вот вы расскажите нам все-таки, почему вас так захватила эта тема? Ведь вы краевед с большим стажем. Очень многие темы вас интересовали, вы много лет исследовали. И вот вы остановились на Александре Матросове. И вот я чувствую, знаю, что всем сердцем прониклись к этому герою. Да, совершенно верно, да. Я так вот думаю, кто вообще прикоснулся к теме Александра Матросова, это уже навсегда. Вот чем-то вот он притягивает. Не потому, что было много белых пятен в его биографии. Но я хочу сказать, что я к нему тоже пришла совершенно случайно. Когда работала в четырнадцатом году над своей книгой о ветеранах, моя книга называется «Сиянь Великой Победы», я приходилась мне заходить в интернет. И вот я впервые увидела вот тот негатив, который был в брошен. Вот как бы по этому мальчику столько было разночтений, столько было и грязи. А сколько грязи лжи в девяностые годы. Да, да, да. И поэтому мне просто, вот я говорю, его захотелось как вот матери защитить. И я поработала только по подвигу. Ведь договорились, до чего? Что его вообще не было. Что, не говоря о том, что он не мог закрыть амбразуру, что тело отбрасывает, значит, что... Ну, а ведь на сегодняшний день 500 человек повторили. Воинов, да, повторивших. И более того, ввиду того, что он единственный рядовой, которого навечно занесли в списке воинской части, всех его, как говорится, людей, которые до него совершили этот подвиг и после него, всех их называют матросовцы, обобщают. Вот так вот. Ну и все. А потом вот этому надо было, видимо, случиться. Потому что эту книгу я всегда, вот, книги свои дарила в госпитале ветеранов Отечественной войны. И на сей раз вот так же вот случилось. А директор музея Войчулис Екатерина Александровна, она знала, что ветеран Великой Отечественной войны Виктор Васильевич Емельянов, он тоже интересовался Матросовым. А он в то время проходил, как говорится, реабилитацию, да, в этом госпитале. И вот она подошла с моей книгой и говорит, Виктор Васильевич, вот, пожалуйста, я, если надо, я дам телефон этой женщине. Вы понимаете, вот так вот совершенно случайно. А Виктор Васильевич, он сам не занимался ни поисковой работой, но вот случайно у него они тоже оказались изыскания, учителя истории Петра Кондратовича Вольчука, который с 52-го по 61-й работал в Новом Алакле. И вот тогда еще он услышал, что, ну, там все говорили об этом, и Зиновражцы, и Весок Колковцы, то есть все в Новом Алакле, что Матросов, он вот уроженец Зиноврага Новом Алакленского района. И поэтому, когда он в 61-м году приехал сюда, в Ульяновское издательство, он начал интересоваться этим. Несколько раз съездил в детские дома, в Ивановский, и к тому же время он носил имя Александра Матросова. И вот тогда откликнулись все. И вот впоследствии, впоследствии, вот в моей книге есть здесь все воспоминания людей, которые хорошо знали Саши. Именно директоры, воспитатели, работники, друзья. Вот как они характеризуют? Ведь очень много было лжи по поводу его, ну, какой-то криминальной жизни. О чем бы вы узнали? Что это был за ребенок? Да вот, знаете, я хочу сказать, что это вообще... Вот он прожил всего 19. Но вот эти 19 лет, они высветили только любовь и уважение вот к нему. Почему? Потому что вот это не мое личное мнение. Хотя, хотя, я его боготворю просто. Сашу Матросову его есть за что любить и за что уважать. Ведь вот директор, директор, например, школы, он так говорит, что за мои годы очень много детей прошли, значит, вот мимо меня. Ну, Сашу я запомнил. И вот, вот, не каждый из них, что на него можно было положиться во всем, что бы ему не поручали. Вот идут дети в поход, в пятидневный поход, вот. Значит, все, все знали, что продукты, одежда, значит, это заведовал все Саша. И ничего не пропадет, и себе ничего лишнего не даст. Но была у него одна слабость. Он любил очень маленьких детей. И вот тоже по воспоминаниям они гульбой за ним бегали, потому что он и игрушки им бастерил, и что-то им рассказывал. То есть вот любовь к детям и уважение к старшим. Потому что вот тоже есть воспоминания, что он никогда не грубил. Никогда. Даже более того, есть очень теплые воспоминания доярки, значит, вот Дубовенковой. Она говорит, что Сашу нельзя было не запомнить. Ведь он вот каждое утро, как встанет, это еще до подъема. И он бежит на скотный двор. Тетя Настя, а сегодня что будем делать? Станочки Саша чистить. Раздевается, начнет работать. Не чурался никакой работы. Никакой. Вот вы знаете, вот как говорит его воспитатель Павел Петрович Резин, он говорит, а Саше можно говорить? Бесконечно. И у него все время, все время на языке были какие-то вопросы. А зачем? А почему? Он не стеснялся эти вопросы задавать. Вот. Но он ничего не делал бездумно. Ничего не делал машина. Вот именно он должен был понять. А зачем это надо делать? А почему это должен делать я? И если только он поймет, что задание правильное, тогда он сделает это все сам, и еще и дети за ним. Потому что дети его уважали. Если, например, в столовой или, значит, дежурил, дети говорили сегодня, должен быть, значит, дежурит матрос, значит, все было в порядке. Вы понимаете, вот он вот снискал любовь вот и детей, и воспитателей, и взрослых, понимаете? И вот даже вот эта же вот доярка вспоминает. Ведь это Саша принес со станции охотничьей белого голубей. Он их приручил. И вот, значит, вот как они его слушались. Как, значит, вот рассказывает про этих голубей, как он их любил. Вот. И это воспоминания были написаны где-то в 62-м, в 63-м, в 63-м годах. И вот она потом говорит, и вот сейчас они воркуют, то есть не убирали из детского дома голубей, потому что все знали, что это память о Саше. Вот такое. Нина Цинна, а вот немножечко скажите о родителях. Это же очень-то же важно. Из какой семьи? Благополучная семья была? Да. Это была семья благополучная. Получилось как? Значит, Матвей Иванович, отец, вернее, вот когда вот я начала работать, работать, я столкнулась вот с этими вот листочками Петра Конрадьевича Ковальчука. И когда просмотрела это все, думаем, а ведь этим надо заняться. И дальше я поняла, что все надо начать сначала. Вот. А в одном из воспоминаний первой подростковой любви Кати Лавровой, вот я нашла, значит, слова самого Саши. Кать, у тебя же ведь вот есть и родители, и родственники, а это же родных своих не знаю. Помню, что мама была русская, и дома разговаривали на русском языке, а вот родные были, либо чуваш, либо мордва, значит, я нацмен. Это слова Сашины, вот она вот переписала, значит, вот в своих воспоминаниях. Ну и потом я, когда начала работать по тем, как говорится, по сборнику Ульяновской и Самарской областей, а мы же относились к Самарской области в то время, я нашла, да, Зинкин враг. Сначала Зинкин враг, потом Зиновраг. Он относился, значит, к Высококолковской области Самарской губернии. Он у нас 21 января 43-го года, это уже была Ульяновская область Новомолоклинского района. То есть те места населяли крещеные мордва. И вот уже поработав с метрическими книгами, хочу сказать, у него папа был, значит, этнический мордвин, а мама была русская. Когда Матвея Ивановича отправили под Фергану на борьбу с баспачами, он был там тяжело ранен. И вот как раз в госпитале под Ферганой они встретились, там была санитарочка Анна. Вот, ну вот я говорю, я вот всегда вот думаю, разница между ними 10 лет. Ну, значит, вспыхнуло чувство, и она привезла его, привезла раненого, то есть после вот ранения, после госпиталя привезла Зинкин, Зиновраг. Вот и осталось. И, Вы знаете, вот хочу сказать, есть воспоминания Нины Дмитриевны Терентьевой. Вот она в двух раз все сказала. На праздники собиралась большая родня Матросовых. Василий играл на гармошке с бубенцами. Хочу еще сказать, что весь род, весь род Матросовых слухачи. Ведь и Саша впоследствии очень хорошо играл на гармонии и на гитаре. Вот. Так что вот они вот все на чем-то, на каком-то, более того, хочу сказать, сейчас в живых живет в высоком колке чисто двоюродная Сашина сестра по младшему брату Матвею Ивановичу. И она играет на гитаре. Играет. И все-таки трагически сложилась жизнь родителей. Трагически, конечно. Убирает отец и мама. Да вот я вернусь к Нине Дмитриевне говорила. Вот все сказала. Значит, вот Василий играл на гармошке с бубенцами. А Сашина мать, значит, Анна, она пела русские песни и плясала. Молодая была и веселая. Потом Матросовой стала. Значит, было либо, либо, значит, как это сказать, свидетельство о их регистрации. Правильно, да? Церквей уже тогда не было. Значит, была она. Вот. Матросовой стала. Сыночка родила. А как отвезла его в детский дом, потом никто в деревне не видел. Потом прошла малова, что умерла. Вот все здесь сказано. Вот. А почему так? Как получилось? Матвей Иванович, он так и не справился с ранениями. И за 4 месяца до рождения Саша умирает. И она остается одна. А ехать было некуда. И так что вот она осталась. Уже больная, видимо, была, да? Да. Были очень страшные ведь годы в то время. Анна работала чернорабочей. И вот тот кусочек хлеба, который она приносила, она отдавала сыну. А сама ложилась голодной спать. И вот работая в ЗАГСе, я нашла документы. Там прям конкретно написано. Книга смертей у них начинается с 1927 года. Прям начинается. Умерла от слабости. Умерла от поноса. Прям дословно говорю. Умерла от чахотки. А вот это все следствие голода. Голодали и дети, и старики, в первую очередь, им доставалось. И вот Анна заболела чахоткой. А это тоже следствие голода. И вот она, понимая, что она умирает, я вот только вот думаю, это же единственный сын. Это вот все, что у нее осталось от семьи, да? Единственный. И вот она подумала, что, а вот как он останется без меня? Вот как? И тогда вот она надумала отдать его самолично в детский дом. Потому что, почему? Потому что вот у родни Матвея Ивановича, мужа, все многочисленные были семьи. Очень много. Это ведь, я говорю, сейчас вот один, два, три ребенка, три уже много. Это считается многодетная семья. А тогда ведь сколько родились? Восемь, десять, двенадцать. Ну вот. И вот она 29 декабря 1929 года, она привела Сашу к сестре Матвея Ивановичу. Мария Ивановича, Мария Ивановна Дьяконовой, Матросовой. И попросила, чтобы ее муж Федор нашел повозку, чтобы отвезти в детский дом. Здесь нет, здесь Мария Ивановна ее уговаривала. Ладно, ну может быть, как-то мы обойдемся. Она говорит, Маня, а как? У тебя двое родителей. У тебя четверо своих, еще скоро один будет. А там сытый будет, одетый и в тепле. Понимаете? И она чувствовала, видимо, что она уходит. Да, у нее уже кровохаркуни началось, и все. Она понимала, а тогда это не лечилось. И потом даже ни в больнице не было, ничего. Это вот время было такое. Она понимала, понимала. Но однако, однако, когда она его везла, она все время, она вот его прижала, вот на этих санях. И она его все время говорила, ты не забудь, что ты Саша Матросов. Значит, я вот выздоровлю, и я тебя заберу. Может быть, она его просто уговаривала. Может быть, надеялась на что-то. Ну, в общем, вот получилось вот так. И отвезла она его в ближайший, в ближайший детский дом, который находился в 37 километрах от Зинкина врага. Это Меликевский детский дом для маленьких детей. Значит, номер 26. Вот так у Саши началась детдомовская жизнь. Да, и добавим, что уже через 9 дней ее не стало. Да, да, да. То есть она очень правильно сделала. Да, конечно, да. Потому что вот Мария Ивановна, она побежала. Это вот есть тоже ее воспоминания, ее свидетельства Марии Ивановны, значит, вот Дьяконовны Матросовой. Когда Федор приехал на санях один, она побежала в дом. Она лежала на кровати, не снявши ни одежды, ни сапог. Вот. И в руках у нее была тряпка. Ну, это вот как-то... Да, и несчастная объяснение. Да, но она, она, она утверждила, Маня, я успела, я успела. Она вот, что она его отвезла. Да, да. Нина Александровна, ну вот вы сказали, да, что в детском доме его ценили, любили. И поначалу и директор был неплохой. Как же так случилось потом, вот беда с ним? Что произошло? Значит, тоже есть три свидетельства. Вот, например, разные издания есть. Например, у Шкодаревича, был такой в свое время Шкодаревич, он выпустил книги тоже, Александра Матроса. Вот. Где сначала он вообще не писал, где он воспитывался, где чего. Но ведь он в 69-м году побывал здесь у нас, у Льяновска. И вот тогда он узнал о Ивановском, его воспитании. Ну вот, с чего вы начали, скажите мне. А, да. Что произошло. Да, что произошло, да. Ну, наверное, так надо сказать. Даже не наверное, потому что вот есть свидетельство, что вот друга его, что все, чтобы отправить Матросова в Куйбышев, сделал... Исполняющий обязанности, да? Исполняющий обязанности. Старостин был такой. Это был замполит. Ну, это тоже есть свидетельство директора детского дома. У директора, у воспитателей, значит, были разночтения и разные подходы к воспитанию детей. Ведь Петр Осипович, как говорил, сначала надо обогреть душу ребенку, а потом уже спрашивать с него. А так как он вот был работником НКВД, может быть, старостен поэтом, у него, может быть, какие-то другие были подходы. И несколько споров было по воспитанию, что он много дает воли, допустим, вот Матросову и там... И не только по поводу Матросова. И поэтому, когда Петра Иосифовича забрали на Афинскую в феврале месяце, и... значит, еще Сашин закончил седьмого класса, это был сентябрь, они только сели за парту. Об этом тоже свидетельствует Катя Лаврова. Вот. И вот вдруг вот его, значит, старостен решил определить уже на трудоустройство. Хотя в детском доме дети должны были закончить седьмой класс. И еще одно свидетельство есть. Я никогда-никогда о нем не говорила, что Резин его увозил, вот его воспитатель, Павел Петрович, он говорит, я все время спотрел его глаза и думал, как бы он у меня с вагона не убежал. Вот так ему не хотелось. И Катя об этом пишет, что накануне Саша не знал, то есть они встречались с Катей, что его вот так вот. Его забрали вот с уроков и все. А попал он, а попал он, будучи очень честным мальчиком, очень приученный к работе, а попал он в бригаду работяг, которые, ну как сказать, курили. Ведь он вот не курил, он даже на фронт, на фронт ребята его закурили. А он так и, сказать, Чапаев не курил. Для него самым был любимым героем, значит, вот Чапаев, он все убрал вот тоже с... Да, вот сейчас сегодняшняя молодежь и не знает, кто такой, наверное, Чапаев, но мы-то вот знаем, правильно? Вот. И, ну, где не торопится работать, где курят, где, значит, где-то там распили бутылочку на рабочем месте. Это ему притило его вот всему тому, чего ему, его научили вот за те предыдущие годы. Вот. И он ушел. Он ушел, и вдруг вот увидел друга, Мишу Саулина. Они встретились, он говорит, брат, они друг друга братьями называли. Вот какое, какие были отношения при, значит, Макаренко. Вот такие. Но Старостина так и не поставили директором. Он так в Рио и остался. То есть потом в декабре месяце его сменил другой человек. Но Саша уже вот был в таком положении. Вот. Что еще мне хочется еще о нем сказать? Он ведь вот, когда он понимал, что он получит наказание за это, потому что перед войной были очень строгие законы, очень строгие. А паспорта не было. А у кого тогда были паспорта, а у кого они были. А тем более он не уволился с завода, никакой справки даже у него не было. И поэтому он понимал. И вот он в надежде, видимо, что изменилось что-то в детском доме и там другой директор. Он на ночь приехал, вернулся, значит, вот в Ивановку. И тоже есть свидетельство. А ведь это вот нужно было с Куйбышева доехать. А с Ульяновска пешком 15 километров до Ивановки нужно было пройти пешком. И вот Володя Петрушин, друг его, тоже вот есть свидетельство, говорит, что он всю ночь проворочился. А вечером он первым делом спросил, а кто сейчас директор? А Володя ответил, староста. Вот так. Если Макаренко дети звали батей, то этого звали староста. И, значит, вот какие-то были вот такие вот неполадки. Обстановка была тяжелая. Ну и все. И вот он всю ночь проворочился, утром сходил, перед тем, как сходил, сейчас скажу, значит, когда он прощался с Володей, он говорит, ты сейчас куда? А он и говорит, да вот на сколько остались деньги. Куплю билет. И сказал, такую фразу, но человеком я все равно буду. Это тоже Сашин слова. То есть он чувствовал, что его арестуют? Я свою книгу вот так и назвала, все равно я буду человеком, да. Вот он уже знал, что он будет наказан, но все равно нужно будет. человеком, это очень важные слова. Потом он попрощался с Катей, но он ей не сказал, что он сбежал с завода. Просто не смог он ей сказать. У меня тоже есть свидетельство ее сестры родной. я нашла ее. Катя сама умерла в 2000 году, а вот сестру я нашла. Вот все. Итак, вот он все-таки попадает на фронт. Давайте все-таки нам нужно сказать о том, как этот подвиг был совершен, потому что очень много ведь тоже было таких разговоров, что это глупая смерть, что он никого не спас тем, что он пожертвовал своей жизнью. Вы так точно описали подробно вот эти последние минуты его жизни. Наворачиваются слезы, когда читаешь, и ты видишь, понимаешь, и что человек чувствовал, как он переживал, как он видимо понимал, какие-то чувства боролись в нем, ведь он понимал, что идет на смерть. Вот без содрога невозможно читать эти страницы ваши. За это спасибо, но это так на самом деле было. А потом я все это пропустила через собственную душу. Я вот эту книгу писала, когда я все время шла с ним. Нельзя так сказать, что была смерть его напрасна. Нет, конечно же, нет, они ведь когда в 7.45 вышли на эту поляну и вот застрочили эти два пулемета, которые были спрятаны в дзоты, сразу снег устелили, что трупы. Два пулемета были обесточены, и когда снова пошли бойцы дальше, и снова застрочил вот уже срединный, самый мощный пулемет. Хочу вам сказать, что всегда тоже в себе задаю вопросы, говорю, он мог остаться в том бою, жив, потому что он был ординарцем у командира батальона, и он исполнял лишь его приказание сползай туда, значит, отдай распоряжение, передай мое распоряжение туда и все, понимаете, но, но, когда шесть человек не выполнили задачу командира батальона, то есть, кто был ранен, кто был убит вот на снегу, а это были его товарищи, его товарищи с Краснохоломского военно-пехотного училища, и вот тогда он не выдержал, он просто глянул, скринул, я пойду, упал на снег и пополз, и потом хочу сказать, вот у него было две гранаты, когда они не попали в цель, хотя он и хорошо стрелял, но это, вот, а потом патроны, которые он все использовал, использовал, и он прекрасно понял, что если он сейчас не остановит вот этот вот, погибнут еще другие товарищи, а ведь если бы не он, задача, которая была поставлена второму батальону, она не была бы выполнена, вот это просто, как вам сказать, прочувствованный, продуманный, и осознанный подвиг. Осознанный, да, осознанный подвиг. А я хочу напомнить, что в журнале «Мономах», это февральский выпуск 2024 года, большая статья об Александре Матросове, об Александре Матросове, автор Нина Александровна Тубовик. прочитайте, смотрите, и, конечно же, эту версию, вернее, эту истину доказывайте дальше, чтобы не только одна Нина Александровна занималась этой работой. А я еще хочу показать список наших героев, героев Советского Союза 2024 года. И журнал «Мономах» будет рассказывать об этих героях в течение года на страницах своих выпусков. Спасибо вам. Спасибо.